Достойного несяка. И спаси, блажен души наши. Что существует такой народ, который ты избрал. И который сохранил все записанное от тебя, Господа и Творца. Духом Святым. Благодарим тебя, Господи. Даруй им тоже спасение, как ты даруешь и даровал язычникам, многим язычникам. И нас, Господи, спаси всех и помилуй, кто верует в тебя. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 10 глава, 39-40 стихии. Они отвечали, может. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Толкование. Здесь представляются два недоумения. Первое. Уготовано ли кому это сидение? Второе. Неужели всеобщий владыка не может дать всего сидение? Отвечаю. Никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то, разумея, не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному судьи, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден. Но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете мучениками за меня. Но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь преимущество пред вами. Такое танкование. Сейчас даже не верят, что они делили должности между собой, вроде ученики за Христом ходили, а вот карьерный рост уже тогда в них сидел. А разговор-то идет об избрании здесь. Господь-то говорит об избрании. Кому? Кто избрал? Куда? Вот как Игнать Игнатьевич там в своем ролике сказал об избрании, там начали потешаться и так далее. Но все замолкло. И даже не нашлось среди этих злопыхателей такого избранного, который бы до конца шел бы. Ну, их нету, потому что зло, оно видишь, оно само себя поедает. Да, потешились немножко. А, говорится, караван-то дальше идет. Шакал-то там потявкал из-за бархана и все, и нет его. Вот что значит избранничество. И поэтому, естественно, ты пришел и сказал, Господи, меня избери, меня. Как только ты эту гордость проявил или тщеславие. И сразу Господь говорит, как гордым противиться, а смиренным дает благодать. Что-то Игнатьевич хочет нам найти, да? На скидку. Не, ну я просто напомнить, что с чего-то на прошлом занятии. То есть они хотели, один сесть по правую сторону, другой по левую. Один хотел быть министром. От Христа. Да, от Христа, да. Думали о земной такой карьере, так скажем. А не об Иране. Тогда они... А Господь-то им сказал. Так, вы хотите быть в славе, то есть быть моими заместителями, начальниками, но по правой руке как? Это моя правая рука, то есть это человек, которому я полностью доверяю. Да, ну еще по левую руку, там пониже чуть-чуть. У нас есть такой человек сейчас на земле. Наместник Иисуса Христа на земле. Папа, да? Католический папа. Не просто, а наместник. И буллой 1866 года. Но он сам себя посадил туда по правую сторону. Не Господь же его избрал. Потому что, ну как? Человеческая гордость его посадила, не сам тоже дожил. Да. Сам себя посадил. И вот этим и диктом закрепили, что каждое, ну как каждое слово, которое говорит папа, оно как от Христа идет. Вот так вот. А тут, правда, папу не видел ролик в интернете? Он идет такой, ручку тут дает, одна женщина так вот схватила и давнула ему сильно. Ему больно стало, он так, как дал ей руку. У нее он безгрешный. Не безгреха, а он не пасал. Вот это вот, небольшое, прочитайте. Конкурс объявлен был на рождение Ленина 20 апреля. Я принес статью, ее напечатали, молодежь, Алтая была. Ну и потом напечатали, а ответа-то нет. Он-то давай звонить, там партийная организация, везде это вы можете опровергнуть как-то. И какой-то нашелся кандидат. Он сунулся туда, говорит, и как будто он испекся, говорит. И совершенно не по теме начал говорить. У него как-то вот так вот все повернулось. Вот, прочитай. Это часть моей статьи про Ленина. Во имя Отца и Сына. 555-я страница, запомню, легко запоминать. «Проклят человек, который надеется на человека». Где многоточие, так и говорим многоточие. Иеремия 17, 5. «Троеточие» кавычки открываются. Это означает «пропис». Когда через 70-летний порог брызнули первые лучи гласности и свободы, и стража не дождалась воскресения этой мумии Ленина, взору современников предстала чудовищная химера. Маленький лысый пигмей, угробивший прекрасную страну. Сто миллионов жертв, принесенных в угоду его сатанинскому учению, потребовали отмщения. Тот, на кого надеялись целые поколения, образ, кого лакировался и стилизовался под звериные нравы правителей, оказался по своей жизни и биографии недочеловеком. «Унтерменш». Вина его и грех столь велики, что входишь в соблазн. Да человек ли это был, или дьявол в человеческой оболочке? Сегодня только бездомные и уголовники могут почитать этого величайшего тирана и деспода, врага рода человеческого. В памяти народной он останется, как предтеча антихриста, обольстившие всю вселенную. И не дал Бог покаяния тому, кто влиял на умы и сердца своим языком. Бог отнял язык. Россия очистится от этой скверны, принесет покаяние, испив горькую чашу искупления вавилонского пленения. Игнатий Лапкин, христианский проповедник. Молодежь Алтая, номер 17. Номер 9874. Ну это общее. Вот так. 18? Какие-то это, 92? Да где-то там. А главный редактор был такой человек, я даже не знаю, как он такой верующий будет. Серьезный такой, важный мужик. А мы как раз прошли только что Салаухина, книгу вы приносили, и некоторые там выдержки читали, и общие сведения, когда там в конце перечисляется, в чем он виновен-то, Ленин. И когда здесь он как раз храм делали, летом было уже, еще лето, подделывали. Грущенко по мере вспомнил его. И сестры, это, Кравченко и Чернявская были. И я там с ними тоже работал. О, Игнатий Тихоновича там. Заделывали, что-то там подделывали, я колотил, они там замазывали. И мы начали говорить, я начал им пересказывать то, что мы слышали. И зашел разговор о Ленине. Они так остановились. А они постоянно на занятия ходили, постоянно. И они смотрят на меня и говорят, подожди, ну как, Игнатий Тихонович ничего такого о Ленине не мог сказать. Он о Сталине, да, что-то там говорил. А Ленин-то он же хороший был. Он же детей любил. И елку там и так далее наряжал. Я говорю, да как же, а Салаухина? Смотрит, глазами хлопает. И у меня тогда дошло, что не вся, как говорится, не все золото, что блестит. Я говорю, все... то серебро, что блестит. Так что, сестры, вам нужно не просто перечитывать, а еще ходить и всегда задавать вопросы. Вот, Игнатий Тихонович, можете мне. Ну, пошли дальше. Евангелие от Марка 10, 41-45. И услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Толкование. Ученики, еще рассуждая, по-человечески впали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидели, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Пока сам Господь оказывал предпочтение Иакову и Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели, но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив и для того приблизив их к себе, что и означается словом «подозвав», потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества. Есть дело язычества, ибо языческие властители насильно покоряют других своей власти. А мои, говорит ученики, не так. Но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что и это признак великой души от всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. В самом деле не только послужить, но и умереть за того, кому служишь. Что может быть выше и чудеснее сего? Но такое служение и смирение Господа было высотою и славою как для него самого, так и для всех. Но прежде во человечине он был ведом своим ангелам. И, соделавшись с человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но принял и другую. И над всею вселенную царствует. А вот когда занятия у нас были, можно? занятия. Помните, ходил там какой-то музыкант все время рядом с нами сидел? Бритый такой, черненький. И все время записывал? Да. А потом вот такую, вот два таких вот ящика кассет полных печенюшек отдал. Пришел, мне подарил. Да. И у вас они такие, есть эти кассеты? А их никто еще не перевернул? Писал, писал на каждом занятии. Занятия за лет пять. А потом принесли к коробке и говорят, вот я все время записывал, и их никто еще не цифровал. А сейчас все выезжаю, мне подарил их. А то у меня еще работенка еще. Сказать я не могу сколько, но примерно на столько же книг еще. А мой архив, то у тебя живой? Письма? Он здесь остался. Я его самой не взял. Он здесь остался у Надежды Васильевны. Не знаю. Не стал его перевозить. Не знаю, это да. Я что-то не вижу, где он у меня. Наверное, сарай. Сейчас вот на днях считала у сестра Елена там про в лагере как был. И там написано архив, том такой-то. Помнишь? Это у меня архив. Писем. 77 томов. Это после освобождения только. Вот ни у кого этого нету. 77 томов по 650 страниц. И переплетены в книги, как книги. Ну, стоят книги, ты подумаешь, что это Кармарс писал или кто-то. Писем своих, которые ко мне идут и от меня. Это то, что после освобождения. А до этого там уже больше сотни томов было, сожгли. Это типа скайпа сейчас беседы. Вот любое дело, кажется, называется пистолярное наследие. Это письма. У меня выходило 1200 писем в год. 1200. А вот сейчас, позавчера, кажется, меня поздравило мой миммер, что у меня там почти через пару тысячи писем только вышло сообщение в моем мире, mail.ru. Ну это вообще. Давай дальше. Это пистолярное наследие сейчас не сделать. Ты еще писать письма. Не знаю. Ни к чему. Когда все на виду. За рыбу спаси Христос. Пересолила? Жирная была, да? Подкармливая от нас сестра. Марка 10 46 52 Дальше хотел сказать. Вот вы здесь двое. Володя третий. Так-то надежно, больше нет людей. Вы помните мой наказ. Самое главное завещание никогда ни под каким видом по страхам смерти не заходить в подчинение московской патриотии. Сразу уничтожится. Общины не будет. Это благодаря вот этому митрополиту все прекратилось. Сейчас который митрополит он все закрыл и приезжает. Сейчас вот я в прошлом году знаете когда он у нас был здесь? Он же на день общины был. А день общины это первое воскресенье после 19 после крещения. Я с батюшкой говорил надо сходить ему бумагу дать чтобы он выбрал время. Он здесь был за этим салом сидел. Службу здесь провел. Я первый раз видел так он решил где-то в поездке был и приехал внезапно. И батюшку наградить он с себя крест снял на него надел. Видели? Да. Видели, да? Я такого не видал и не слыхал еще. Архиерей митрополит с себя снял и тут торжественно так сделал офсайл. Невероятно. Это Бог сделал. Вот он у нас здесь и я просто на сто процентов говорю. Это ответ на наши страдания и молитвы. Что у нас с этим было. И главное все прихлопну. Ни разговоров нигде еще нет. Вообще как будто на нас никто никогда не говорил. Потеряв он уже не меньше десяти раз приезжал. Только Нина Александровна как лакмусовая бумажка чуть-чуть еще. Он со студентом с семинаристом с этими легентами девчата они там пели. Вот так. Значит продолжить и молиться благодарить Бога надо. Это дар Божий. Я не знаю есть архиереи больше или нет. Я отношу это к молитве. А второе то что он долгое время работал священником. Работал по разным странам отправляли в Чехословакию в Израиль. А потом только стали архиепископом поставили архиепископ а потом не было сразу митрополитом. Он на меня такую характеристику его запросила Москва русско-народная линия. Это такое очень сильное издательство обо мне. Он дал такую характеристику она разошлась по интернету хоть меня митрополитом ставь. А тот давал такую игорь с которой даже в тюрьму не примут. Давай. Я вспомнил еще раз читаю но между вами да не будет так а кто хочет быть большим между вами да будет вам слугою. Я читаю вспоминаю это место одна сестра давно мне еще приводила это место я когда говорил что жене глава муж мужу глава Христос Христу глава Бог она не хочет подчиняться говорит а между вами да не будет так кто хочет быть большим будь меньше будь всем слугой служи мне муж здорово ничего не попишешь написано блажение давать чем принимать пришла ко мне говорит блажение давать давай сметану покупать пришлось да куда же ты годишь как вы хотели а я когда на площади стоял подходят и рассказываю все ну хорошо давай книгу я 100 рублей тогда 100 рублей стоила книга одна вот такая ты тут мне столько буш и трешь это что ты еще не бесплатно я думал бесплатно книги просил это я не отвечаю а че отвечать ясно делал что Путин хорошо говорит придурки давай я так возьму нормальный человек будет говорить ты сходи и сдай и сдай тиражом каким чем больше тираж она больше то у тебя денег не хватит я вот ходил у меня 4 тома стихов набрано сверстанно вот сейчас сегодня отдал бы и ставь кажется на 20 миллиона загнули и все а почему бумаги то нету лес то везут в Китай а там делают бумагу теперь они сцены назначают любую все здесь то Байкал спасал этот Валентин Распутин так продолжим 46 52 марка 10 глава приходит в Иерихон и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа Вартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги прося милостыни а не в Артемии может и в Артемии пойди сейчас разберись услышав что это Иисус Назарей он начал кричать и говорить Иисус сын Давидов помилуй меня многие заставляли его молчать но он еще более стал кричать сын Давидов помилуй меня Иисус остановился и велел его позвать зовут слепого и говорят ему не бойся вставай зовет тебя он сбросил себя в верхнюю одежду встал и пришел к Иисусу отвечая ему Иисус спросил чего ты хочешь от меня слепой сказал ему учитель чтобы мне прозреть Иисус сказал ему иди вера твоя спасла тебя и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге толкование как народ чтит Иисуса даже запрещает слепому кричать как бы тут проходил какой-нибудь царь а спрашивает Иисус слепого для того чтобы не сказали будто он дает не то чего слепой хотел и благорассудна была душа слепого ибо по исцелении он не оставил Иисуса но последовал за ним тоже вспоминается когда 10 прокаженных только один за Христом вернулся поблагодарить его остальные исцелились я сам такой исцелился поблагодарил забыл да нет это таблетки меня поблагодарю один из 10 а 9 кто иудеи значит это все иудеи когда к своим пришел хороший мощный код свои когда к своим пришел и свои не приняли то есть они остались неблагодарными то есть он им спасение от грехов предлагает не надо нам твое солнце оно слепит нас мы желаем жить во тьме люди более возлюбили тьму нежели свет поэтому и не приняли Христа а самаряне как самарян кого колодца дай мне пить Христос у него говорит мне понравилось как один протестант тоже с чего начать разговор когда не знаешь начать разговор с человеком о Христе ты у него что-то попроси обычно люди откликаются на просьбу и Христа он у него приходит дай мне пить и та сразу такая оживилась и начинается разговор я вот сегодня в рулетке тоже попробую что-то просить у людей когда просишь у человека человек откликается и тогда разговор уже в другом русле идет потому что когда учишь человека они сразу не любят когда кто-то меня учит я сам все грамотные ох чересчур особенно православные все знают с какой стороны свечку правильно канун канун да да канун колум мы что договорились когда завтра собираемся завтра или послезавтра такое седьмого восемь утра завтра никакого ну нет я думаю это правильно хотите хорошо хотите завтра считаю и у вас тоже спрашивают не едят до восхода пока звезу первой не увидишь мы тогда в буряке собирались а мы уже поужинали так как увидали звезу а когда рассмотрели так это я говорю на кране тут горит рядом так буряка не можно кто кто хочет раньше очень залазьте в погреб и из погреба смотрите вверх и увидите звезд очень много известный облачный день когда в комнате черную белую от нитки не отвечаешь часто тоже спускался постоянно там все жестко как это банк империал рекламу ты помнишь до первой звезды нельзя звезду такое кощунство так читаем марка 11 глава с 1 по 6 стихи когда приблизились к иерусалиму киефагии вифании горе илеонская иисус посылает двух из учеников своих и говорит им пойдите в селение которое прямо перед вами входя в него тотчас найдете привязанного молодого осла на которого никто из людей не садился отвязав его приведите если кто скажет вам что вы это делаете отвечайте что он надобен господу и тотчас пошлет его сюда они пошли и нашли молодого осла привязанного ворот на улице и отвязали его и некоторые стоявших там говорили что делаете зачем отвязываете осленка они отвечали так повелел иисус и те отпустили их толкование иисус часто приходил в иерусалим и в другое время но никогда с такую славу как теперь прежде по причине зависти иудеев он скрывался а теперь как а теперь так как наступило им самим определенное время страдания иет открыто дабы они если пожелают уразумели славу его и через исполнение на нем пророчеств познали истину а если не пожелают уразуметь то чтобы это обстоятельство послужило к большему осуждению их как неуверовавших и после столь славных чудес ибо смотри сколько здесь знамений господь сказал ученикам что найдут осленка сказал что им будут возбранять а потом когда ученики скажут что господь его требует позволят взять ибо немаловажно и то что апостолам дозволено было увести осленка этого не могло бы быть если бы на владителя осленка не действовала сила божия побуждающая отпустить осленка они были люди бедные и рабочие и надо знать что господь сделал это не напрасно ибо прежде он не требовал осленка а пеший многократно обходил галилея иудею но он показывал через это что возобладает языческими народами непокоривыми и и ненаученными как осленок тут неукрощен как ослята они были привязаны грехами своими на распутье то есть в жизни сей приворотах то есть вне церкви но ученики разрешили их посредством крещения и веры и они подъяли на рамена свои господа а апостолы возложили на них резы свои то есть все истинные правила добродетели прежде язычники будучи ноги были безобразны и делали беззаконные дела но с того времени как были приведены ко Христу апостолами они научились ходить благопристойно потому и Христос подъят ими кто же были владетели осленка возбранявшие взнять его апостолами апостолам без сомнения бесы однако апостолы были сильнее их бесы это в плане не то что там они за имущество а то что языческим народам препятствовали познать истину потому что ну как же если твою вещь тебя отбирают и ты возбраняешь но это явно не от бесов ну как ясно это сейчас подошел кто-то к твоей машине сел и поехал а ты подожди куда ты сейчас пилиться надо бингова с подой ладно езжай а он тогда святой внушил что они согласились ладно забирайте и видишь осленок он в образе вот этого непокорного ирлического неукрощенного невестного народа я ослов не дрессировал но от козла пробовал не то что собаки так конечно так же мы язычники но чудо-то над нами свершилось что нас с детства никто не верующий у нас у всех большинство родителей не верующие жизнь-то нашу вели как скоты жили без Христа и такое чудо Господь сотворил что как а тут что-то пророчество так было или нет про осла да про ослов было но здесь оно не приведено еще же то что о пророчестве это упомянули что вообще это пророчество было до того до того и поэтому пророчество исполнять а вот как оно исполнилось это было интересно вот казалось мессия должен быть царем а царь на коне ездит причем осел ослик тем более непонятно было ничего и вдруг вот оказалось как а Христос вообще пешком ходил на него никто и подумать не мог ходит пешком вообще не ездит ни на ком и вдруг раз такое дело идите сходите отвяжите и пойдет и все и сделали и все свершилось то есть показывать дело то какое представьте подошли бы сейчас к тебе у тебя стоит машина помнишь тебя вызвали это милиция забрали тебя в милицию но тебя вызвали а тут подошли бы сказали так ну вот машина дай-ка мы съездим на твоей машине ты скажешь да вы че надо бин господу машина и все и поехали как сейчас корочки показали тебе забрали у тебя транспорт это в Америке так показывает у нас попробуй забери до сих пор там никто останавливаться не будет она знает корочку можно подделать это у них там странный народ поэтому это чудо что и ничего не сказали написано они отпустили они пошли потом видать отдали почему там как это не знаем ну вот так было пророчество 20 серебряников стоит раб 30 30 серебряников стоит раб там есть от 20 тоже разговор и он стоит этот раб начиная с пророчества а пророчество было за 400 лет до того как пришел Христос и все 400 лет ну полвека держится цена раба 30 монет серебряных Христос пришел продали за 30 его Иуда продал предатель и с того самого момента сразу началась инфляция все рабы дороже стали стоить вот так пророчество и многое многое другое пригвоздили руками беззаконных как беззаконных так правда римляне оказывается нашли на него приговор и разделили ризы вы сами понимаете что там делить то у него он бедный был бросали жребий бросали жребий то есть и написано около 500 пророчеств и все сбылись на Христе ну одно из них вот это ну почему не сказано не знаю где-то наверное там сказано все равно давайте дальше читаем Марка 11 7 10 и привели ослинка к Иисусу и возложили на него одежды свои Иисус сел на него многие же постелали одежды свои по дороге а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге и предшествовавшие и сопровождавшие благодарю восклицали Асанна благословен грядущий во имя Господне благословенно грядущие во имя Господа Царства Отца нашего Давида Асанна Вышних 3 восклицательных 4 восклицательных знаков все это у нас когда так Асанна что это такое толкование пока простой народ бывает не испорчен он познает полезное вот почему теперь они воздают почести Иисусу каждый по силе своей но что говорили они прославляя его настоящую песнь они заимствовали у Давида слово же Асанна по мнению многих значит спасение а по другим песнь но первое мнение лучше ибо в 117 псалме сказано о Господи спаси же а по еврейски написано Асанна царством же Давида они называли царство Христово во первых потому что Христос происходил от семени Давидова во вторых потому что Давид значит сильной рукою а кто другой так силен рукой как Господь руки которого совершили столь дивные дела но постелим и мы одежды свои то есть плоть свою ибо плоть есть одежда души покорим ее Господу устелим путь нашей жизни срезавая с деревьев ветви то есть подражая житию святых ибо святые суть как без 15 минут ибо святые суть как бы не упадет в голову ибо святые суть как бы древо с которых срезывает ветви подражающей добродетели их но дела наши и предшествующие и последующие да будут во славу Божию ибо иные предшествующие жизни показали доброе начало напротив последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией Кричали Асан спустя там сколько 2-3 дня уже фотографии есть там в коридоре Зоя Вильянов да и она пацанинка не знаю до 5 лет грудью сосел еще она никого не слушала не хотела работать а как пацан нигде не работает на все инвалид он в этом они сейчас говорят там в коридоре у меня сидит недавно звонила церковь состояла там где поют там рядом где-то абсолютно не покоревывала муж бросил уехал в Москву это там живет на балконе все развалило на своем твердо стоит сын вырос нормальный крепкий парень ничего нет компьютерные игры пол инвалидно сдали крестник крестник и еще к нему и доступа нет никакого она мать там все делает и видит такой боя как будто она боится свое намерто придумала стоять там у двери кто заходит просить у всех почему не на работу молодая женщина сколько там 40 лет было нет работать нигде никак не хотела единственное единственный человек которого пришлось за ворота выносить мы ее выносили вчетвером вынесли за ворота и закрыли она там долбилась дверь как котенок вот сейчас мяукает кот по-своему впустите меня впустите какие вы христиане годами ходили говорили чтобы не попрошу а так она тогда стала выходить на остановку и там сестры подходит она у них дайте мне на проезд дайте на хлеб и так далее власти нашего нету уже второе воскресенье закрыли лавочку он не просит ничего так что нормально как не просит зачем просил оставайся на заняти ты меня кормить будешь буду только оставайся а потом не остался я говорю а что ты не остался то да поел да поел а не остался пошел ну мы же договорились если я что остаешься кстати я пророчества хотел напомнить чтобы и пророчество же говорит и возряд на того которого пронзили про иудеев это в пророчестве все то есть о Христе это пророчество продолжается не думайте что они закончились на нем они дальше сколько раз он мне звонил Вася вот это нападает сколько раз 41 что ли да давай сюда 41 раз ничего себе притом звонят пока не погаснет ничего себе 40 а вчера было 53 это у него работа такая видать набирает и такой так и сидит внимательно работает я не открываю а видимо он волнуется что нас не открываю на объяснование похоже все это телефонное даже не похоже объяснование ясно мне бы сейчас дает сказать иди давай звонить напомните вам один тоже звонил прими крест Христов брат Егора старший я его не знаю Егор это помнит и вот ушли люди которые у нас были в близком общении ни одного нету чтобы на том остановился хотя бы просто все заглыхает и вот у нас сейчас здесь есть которые люди даже хорошие люди притом помогающие собрания не надо даже не заходят да то хоть как-то заходили а сейчас вообще в коридоре стоят заходят сразу уходят стоят богослужения так оно в любом храме богослужения а чем это объяснить ну объяснить как-то можно но понять нельзя это жизнь это общая объяснить можно люди смиренные такие добрые прям жертвенные я уже еще так и не делал ну давай заходи сейчас маленько нет жас а это тоже в избранничество входит да наверное вот любовь к слову Божьему вот как ее привить любовь к слову Божьему вот так чтобы объяснять представить этих людей что сидящими здесь я даже не могу у меня воображение развито так а тут не хватает главная качество Андрея сейчас оставляли уже в дверях я говорю Андрей он повернулся Андрей неужели ты не останешься он головой нет он только поворачивается Андрей вернись он сдрогнул так и быстро юркнул как крысенок какой-то в дырку Женя ты видел Женя такой да он видит 4 дня у меня пробыл а я буду также ходить на занятия в субботу также на занятия по интернету и на молитву утром один раз зашел и больше один раз туда один раз туда ты же опять все потеряешь и ничем кончится как так тебя не тянет нисколько то есть существует какая-то грань такая за которой наступает мрак и поэтому пришел когда я даже забоялся за него я не знаю зачем я живу такой отчаян невероятно я говорю давай молиться сразу у тебя уже веревка намыленная на голове сразу расшевелился все у него пошло как надо опять отец сказал что-то там отец что-то пуповину-то не отрезал отец тебе же не 5 лет снял бы где-то один бы жил да и все у него денег хватает он дом почти построил при том я говорю люди хорошие все время помогают и машины подвезут вот работа есть вроде как некоторые порадуют ой работа да а это еще нет даже может быть все вроде как есть достатки а душа пустая работа и душа я пробовал работу нет все равно это не то вот Марфа а вот Мария да 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 нет вот написано вера от слышания слышание от слова божьего все не будет слова божьего и ничем не закроешь нет ничего не будет почему все на занятия Игнатих сколько лет он живее всех живых вот кто живее всех живых на занятиях тут как здесь он может и слушать может и вести его берут пример поговорливости чтобы говорить говорить что-то попробуй с толком говорить а не просто но никто не берет пример по умолчанию он молчит сколько он может молчать хоть сколько и дремать и проснется и ведь строчку скажет как говорится опыт не пропьешь потому что никогда не пил хватит слушать одновременно это не каждому да есть с кого брать а никто не берет вот сидят братья вот сидят потом встанут как что-нибудь скажут и я вот уже неделю не могу понять что встал сказал о чем говорил ну как бы можно конечно догадать как сказал Игнатих говорит Вера объяснить можно понять нельзя а вот так вы сказали бесплатно сейчас поедешь куда-то вот в любую страну вот так вот поедь и тебе бесплатно я бы так подумал никуда не хочу да сейчас так она бы сразу берет смотри да да она поехала она бы сразу поехала что-то бы нашла а потом приедешь ну что там ну что-то там рассказывают я кое-что для себя взял интересное она интересная я рассказала как они к животным отношения у них там очень интересно мне понравилось к животным отношения к собакам особенно у них у них допустим во всех странах запада собаки это как ну твой член семьи никогда не видела что кусались с детьми играют собаки на площадях сидят в кафе там вот такие вот кафе такие у них летние и сидят около каждого считай столика собака и все мимо подходят там проходят официанты никто не пинает их ничего дети подходят с ними играются за хвостом теребят за ушки собака ничего там лизнет там что-нибудь лапы и все ничего нету ну у нас почему такие а я знаю почему я Сергей сказал Сережа какие мы такие у нас и псы они нам мстят за то что мы такие не восстали против этих безумцев Ленина и так далее бог вас любит бич божий посылает а их не любит им не посылает я не мог не мог до конца дочитать книгу красный террор комиссар дьявола я еще осилил ну там как-то а красный террор мне дал нафанаил когда я с ним о войне начал говорить он же за войну был тут война священник тут благословим казаки я ему показал рядовой райан вот сюда привез телевизор поставил его туда и мы с ним смотрели рядовой райан и останавливали на тех местах я ему показывал что такое война это первый фильм показали как людей убивают кишки там наружу ноги руки отрывают я говорю вот видишь вот она война вот что ты благословляешь я говорю знаешь как это как больно не знаю я говорю давай вставай на коленки потому что ты высокий я разбегусь тебя как дам по лицу со всей силы ногой и тогда ты можешь до конца поймешь он такой нет не надо так я уже понял это да очень больно посмотрел на мою ногу я говорю конечно бы я этого не сделал просто мне охота достучаться ну как ты не понимаешь что это убийство ну ты вот это хочешь чтобы было с тобой не хочу ну вот видишь не хочешь действие происходит марка 11 11 14 и вошел иисус в Иерусалим и в храм и осмотрев все как время уже было позднее вошел в Фифанию с двенадцатью на другой день на другой день когда они вышли из Вифании он взялкал и увидев издалека смоковницу покрытую листьями сказал иисус отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек и слышали то ученики его толкование иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него показывая через это что он уже оставляет его на запустение и расхищение он уходит в Вифанию что значит дом послушания ибо оставляя непокорных и жестокосердных идет теперь с учениками к послушным ему но рассмотрим и повествование о смоковнице ибо здесь является по-видимому нечто странное и жестокое во-первых иисус залкал рано во-вторых он требует плода когда еще не наступило время для смог еще и то что наказывает бесчувственное дерево ибо в том что он здесь говорит и делает было особенное смотрение доселе часто иисус творил чудеса но только на благодеянии людям но ученики еще не видели что он сделал кому-либо зло теперь дабы показать ученикам что он может и казнить и что если захочет может в один час погубить намеревающихся распять его он являет свою силу над бесчувственным деревом и чудо было поистине велико тем что дерево столь сочное и сохло вдруг ибо смоковница сочнее почти всех дерев а что он алчит рано утром это он попустил плоти своей по особенному смотрению и плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью чтобы как я выше сказал показать ученикам что он может и наказывать и смоковница это было вместе и образом синагоги иудейской которая имела только листья то есть закон доставлявший одну тень а плода они вовсе не имели но иисус взалкал их спасение он говорит пища моя есть творить волю отца моего а это воля божья состоит в том чтобы обращать согрешающих так как же синагога не имела плода так так как же синагога не имела плода то она проклята и иссохла не имея более у себя не пророков не учителей вроде в синагоге сейчас есть учителя тоже или истинные учителя имеется ввиду пророков таранет как раньше было на вера не буду вот чем мило красный бутон за место веры подмена веры это было исполнение закона а это было только тень понимаешь души то не касалась заповеди блаженства относятся к внутреннему состоянию человека а все остальные там заповеди практически практически к внешнему единственная господь бог твой нет у тебя других богов но и опять же можно было отличить то есть вот здесь нету ну слова есть которые говорится это законы а там вот они боги прям стоят идолы и так далее то есть можно было на них посмотреть это не бог а бог какой а вот законы исполняй вот бог что есть господь так вот где-то водитель к христу подводил евреев к вере но кого-то подвел от а так у них веры то нету до сих пор мы говорим про иудеев во веру там господь такой не дал авраам уверовал это вменилась ему в праведность уверовал а сколько их там верующих они все готовы христа распять господь вера от слышания слышания от слова божьего то есть у них вера странная такая вера на грани неверия в первую помоги моему неверию они не кричат этого нету и поэтому господь сам их спасет пророчество такое что возряд на того которого пронзили последние времена будут такие страшные катаклизмы и потом пророки придут ветхозаветные пророки евангелисты окажутся и они поймут что это пророки вот чем дело то еще многие поймут почему вера придет ним но они тогда не вступятся за них когда и будут убивать а только тогда когда он зайдет уже на трон и сядет в храме и скажет я-то бог и только тогда не поймут что кого они выписывали своими руками так долго ждали сатану посадили на престоле над собой как они глаза откроются потому что в храме должен быть ковчег завета и святая святых куда первосвященник может ходить не без крови жертвы только один раз за заезу один раз а он там вас сядет на престоле чего непонятного то он там вас сядет они поймут и скажет я бог а там я слышал что я вам бог когда он сказал чтобы послать дождь то есть он прям сам признается что он не бог читая такое читал или слышу не помню но это уже после того будет упостой ну ну конечно это когда вот это вот когда случится вот это вот разоблачение его самого тогда господь пошлет последние дни с этого времени начнется трис половины года его царствования когда начнутся гонения я так понимаю что вот эти три с половиной года они начинаются с того момента когда он начнет всеобщее гонение он до этого будет гнать но не так а с этого времени он будет гнать вообще всех кто не признает его богом и отсюда начинается там будет это изображение его там деньги и так далее это которое будет убивать если ты не поклонишься этому зверю как так изображение может быть это какие-то технологии так будут да то есть сидишь у тебя компьютер если ты поклонился допустим если нажал да нет ты вот еще 20 лет назад туда уже был компьютер 30 лет назад я даже подумать не мог какой-то компьютер какой-то более того в девяносто девятом году мне алексей загуляев продал свой телевизор и показал что есть приставка и туда в кассету вкладывать ноты видео проигрывать или можно я себе приобрел и ну а тут смотрели первый фильм мы там брали там всякие все просмотрели темы какие нати against были это но религиозное потом он насчет там еще доставать а потом всякая ерунда напосло но он мне говорит до это проиграть и виду эта ерунда скоро говорят появится был такое что говорит не надо будет никаких проигрывать если будет вот такая что-то маленькое ягру какая маленькая но маленькая какая-то спальчик может. Я посмеялся, говорю, да ты придумаешь. Это-то технология какая. И вдруг проходит сколько-то времени, вот эти флешки, вот эти маленькие, вот сейчас вот такие вот. Симки. Симки всякие. Но чип уже запрыгнул, то есть уже меньше уже нет смысла. Он под кожу, хоть на лоб, хоть на руку. Он вшил, у меня собаки вшили. Более того, еще не просто меньше будет. В молекуле все будет. В молекуле, брат. Иголку будут тебе не чип вгонять под кожу, а всего лишь укол будет простой, ставить уколчик тоненькой иголочкой. И там молекула одна будет. И вот это и будет печать какая-нибудь. А может даже не так будет. Может быть просто будет просвечивать, и эта молекула в тебя залетит просто прям в костную ткань. Как сейчас он всякий. Я думаю, что с того же соглашения должно было попасть. Ты согласился, так? Да там немножко не то, понимаешь. Там дело идет вот в очень сложном. Там как бы не каких-то генетических куда-то залезли один. Правильно. Там на это сильно... Я недавно начитывал, Вань, подожди. Начитывал, когда пресс-фитера баптистские, им предлагал КГБ сотрудничество. И 99% они согласились сотрудничать. И они прямо нацели, подпишись, подпишись, подпишись. И он понимал, что если он подпишется, то есть он отречется от Христа. И все, которые подписались, то есть им давали выбор. Либо вы с нами сотрудничаете, и церкви остаемся. Вы в них ходите. И все. Только детей не водите туда. А детей не водите, это значит... То есть ты соглашаешься, что ихний план по прекращению христианства, он вопло... То есть это самое настоящее... На тебе, короче. А отречение, отречение, да. То есть ты, подписав вот эту вот... Декларацию. Ну, не декларация, а соглашение сотрудничать, подписываешься отречение от Христа. То есть ты соглашаешься с ихним замыслом, что христианство на России прекратится, что мы последнего папа повесим на осенний, и будет все теперь... С религией будет покончено. То есть атеизм. И ты... Да, я с вами согласен. Все, только нам сегодня, здесь, сейчас. Дайте помолиться. А дети? Они уже в новом, как бы, поколении. Как? Так ты отрекся, получается. То есть ты... То своих и домашних не печешься, то есть ты... Ты уже от детей отрекся. Хуже неверного. То есть ты хуже неверного поступил. Хуже неверного это вообще непонятно. Кто это? Это уж сатана какой-то. Хуже неверного это кто еще? То есть он не стал печься о душах детей. А он говорит, а как же, дети? А я без детей не могу. И он говорит, тогда в тюрьму. Хорошо. И в тюрьму там с тараканами, с крысами. Там он описывает все это, как его все. Он все это пережил. Вышли, и дети с ним. Он отсидел, все это мучение претерпел здесь. Я думаю, это не с тараканами и крысами. Ну, он так пишет. Думаю, с клопами и крысами, наверное. Тараканы тоже. И тараканы пишут. И тараканы были. И голодку, и дал. Чтобы ему хлеба поесть, он тараканом кидает, они туда раз, и он в этот момент успевает хлебу поесть. Страшные были внуки. Крысы его уже жали. Череви, говорит, прям плоть живьем съедали. И вот, когда ты говоришь, что вот, некоторые сейчас думают, а мне насильно иголочкой и там ткнут, да тебе ткнуть не надо, ты сам подпишешь. Нам подпишешь, надо. Вот он уже подписал сегодня, вот думая, что вот, а мне насильно ткнут, и я теперь в аду окажусь. Ну, ты уже в аду. Уже ты уже отрекся, можно сказать. Тебе ничего не надо. Который думает, что сейчас уже антихрист пришел, этот аннерн, эта печать антихриста, ну, они уже на грани. То есть, когда придет настоящий антихрист, ну, а тот-то уже приходил, а этот-то, этот настоящий истинный бог. Мы же недавно вот проходили по скайпу занятия, там тоже было про пророчество в Ветхом Завете, что писец там пошел и на челах ставил печать, там, или как там слово-то сказано, я не помню сейчас уже. Знак. Знак, да. То есть, это все уже у тебя незримо, уже твой знак стоит на тебе. Тут уже четыре часа уже идем в интернет. Потом занятие. Ну, давайте, наверное, уже и так полчаса занимаемся. Ну, четыре еще, уже наставление. Давайте. И уходим на час, сейчас рулетку. На час. Достойно есть окрово и тяну, уложить и тябогородицу, пресно блаженую и пренепорочную, и матерь Бога наша, гладь, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серафин, без искрения Бога снова рожжую, сущую благородицу Та величаем. Игнар Тихонович, ваш черед молится. На поле помолимся. Господи, благодарю Тебя за этот день, за мирное время. Продли его еще. Где войны идут, утеши, Господи, страждущих, болящих, томящихся в вузах, утешь, исцели. Пошли пророков и тех, кто исповедует Христову веру, живую, настоящую, по Слову Божию, людям, которые не знают Тебя. Даруй, Господи, любить Слово Твое, сидеть у ног Креста, остаться быть верным до конца наших жизней. Тебе хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Думаю, надо книги покрыть. Глаза поднял, написано, все покрывает. Думаю, только подумал, никогда не видал. Покрыть надо. Видишь, нет? Ну да, поднял его, написано, все покрывает. Теперь сейчас поедет. Так, ну ладно, кто поедет со мной, я.